Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 30 мая день Евдокии. Она была дочерью Суздальского князя. С младенческих лет воспитана в духе христианского благочестия. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгине Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгине и ее супруг сочетались с подвигами поста и молитвы. Народи верили, что по этому дню можно судить, каким будет лето. Как правило, в это время дует достаточно сильный ветер. Читалось, к этому дню появляется большое количество змей и надо соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля. В православной церкви также почитали святого Ондрона. Согласно однородным верованиям, он является сторожем небесных ворот. Для того, чтобы пошел дождь, молились ему. Приметы. Если идет дождь на растущую луну, лето будет дождливым. Если дует северный ветер, лето будет холодным. Если яблони, сирени и рябини в цвету, иди на рыбалку, будет хороший клев. Два дельфина. Не могли бы вы рассказать хоть немного о себе? Ваш опыт очень ценный для нас. Вообще опыт каждого нужно тщательно изучать. Чем больше накоплено опыта, тем больше знаний в области естественного оздоровления. Возможно, он уже был у наших предков, но мы его утратили. Необходимо исправить ситуацию. И вы знаете, вот насчет этого, два дельфина. Я же, написав книги, я еще выпускал вот эти все эти календари. Я еще там написал такую книгу в помощь занимающимся по системе, значит, самооздоровления. Где я подчеркивал, где что как вот лучше, хуже. И вот цель этого канала заключается в том, что я еще вдобавок разъясняю, что что то как. Хотя мне как-то это уже и поднадоело, но тем не менее я все-таки разъясняю, в чем ошибка, в чем сила того или иного. То есть в дополнение к методике идут практические результаты, как картинки, которые иллюстрируют действие этого метода. Как положительно, так и отрицательно. Почему вышло, почему не получилось и так далее. То есть я не буду говорить, что все, сто процентов получается. Сто процентов получается тогда, когда человек вдумчиво работает от этим. А не использует там, а, только мочу я буду пить и все остальное моча сделать за меня. Только наше сознание и ум важный инструмент делает это все дело. Далее Валерий Воронин говорит, все так. То есть люди подтвердили, подтвердили, что все это работает. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!